Здравствуйте! На ваших экранах программа «Городские встречи» и сегодня у нас в студии заместитель начальника управления по вопросам миграции УМВД Паризанской области Оксана Титова. Здравствуйте, Оксана Викторовна! Спасибо, что пришли к нам в гости. Проблема незаконной миграции довольно актуальна уже в течение долгих лет. Расскажите, как сегодня обстоят дела, о статистике именно в нашем регионе. Да, конечно. Начну я только, наверное, не с незаконной миграции, а именно с законной миграции. Очень много иностранных граждан к нам прибывает на территории Рязанской области. Прибывают иностранные граждане и те, которые приезжают впервые, и те, которые уже осуществляли трудовую деятельность у нас. Таким образом, за текущий год поставлено на учет свыше 67 тысяч иностранных граждан. Это достаточно большое количество, но это не значит, что все почти 70 тысяч проживают на территории Рязанской области. Многие из них продлевают миграционный учет, уезжают, приезжают вновь. И в основном это граждане из Узбекистана. Их порядка 20 тысяч. Для них очень привлекательен наш регион в плане трудоустройства. Очень они его любят. Очень много стало к нам приезжать граждан Украины в связи последних событий. Около 4 тысяч иностранных граждан. Это граждане Украины. Граждане Украины, конечно, приезжают в основном с целью уже постоянного проживания. Получают разрешение на временное проживание. Получают вид на жительство. То есть как-то обустраивают свою жизнь. Им здесь проще устроиться на работу. Они приезжают более высококвалифицированно, если мы их сравним с гражданами Узбекистана. Но приезжают граждане Таджикистана. Их не так много. Молдовы, Армении, Азербайджана. И самой малочисленной национальности это Казахстан. Меньше тысячи человек. Граждане Казахстана это в основном наши бывшие соотечественники русскоязычные. Они приезжают также обустраиваться на постоянное место жительства. Многие из них продают уже свое жилье в Казахстане. Едут сюда к детям, к братьям, к родственникам. Воссоединяются семьями. Но, конечно, остается у нас проблема. Это нелегальная миграция. Много иностранных граждан, которые не хотят вставать на миграционный учет, пытаются обмануть государство. И с такими, конечно, нам приходится бороться. Проводим всякие рейды, выявляем эти административные правонарушения, наказываем граждан. Работа проводится у нас огромная. А если говорить об основных методах наказания и борьбы с такими нелегальными мигрантами? Расскажу, да. Конечно, потому что получается такая ситуация у нас, что один иностранный гражданин виноват быть не может. Всегда рядом с ним виноват еще и гражданин России. Ну, например, разберем ситуацию. Не иностранный гражданин проживает без регистрации. Но он же где-то живет. Иностранного гражданина, которого мы выявили, который проживает без миграционного учета, составляем протокол об административном правонарушении. Статья это 18.8 КОАП РФ. И за нарушение этой статьи предусмотрена санкция выдворения. То есть иностранный гражданин выезжает и в течение пяти лет не имеет права въехать в Россию. Но кто-то предоставил ему жилое помещение, а предоставил жилое помещение гражданин России. И в этой ситуации мы выясняем, кто предоставил, и наказываем гражданам Российской Федерации. И, как правило, это работодатель, который гонится за дешевой рабочей силой? И такие попадаются. Есть и такие. Но я должна сказать про наши предприятия. Предприятия, у нас много больших, крупных предприятий, на которых работают иностранные граждане из года в год. Эти предприятия уже знают законодательство, и они стараются соблюдать его в полную меру, в полную силу. Вот с ними как раз проблем не так много. А вот когда частные лица нанимают на работу иностранных граждан, многие опять зачастую не знают, что нужно проверять у иностранных граждан патент. Патент дает право на осуществление рабочей деятельности на территории Российской Федерации. Вот если нет патента, опять-таки мы привлекаем за административное право нарушения и иностранного гражданина, и гражданина Российской Федерации, который привлек иностранного гражданина без патента. Поэтому... Есть ли случаи, когда по незнанию такие вещи происходят? Конечно, есть. Но незнание закона не освобождает от ответственности. Все равно будет составлен протокол об административном право нарушения. Вы вот сейчас сказали о такой санкции, как выдворение, а есть еще понятие, как депортация. Они не тождественны, насколько я понимаю. Есть, есть. Знаете, они различаются, конечно. Конечно. Депортация, давайте начну с нее рассказывать, это принудительная высылка иностранного гражданина за пределы Российской Федерации в случае, если у него закончились основания для законного нахождения на территории России. Основания могут быть совершенно разные. Например, приезжают иностранные граждане, встают на миграционный учет. Они имеют право встать на почте, в многофункциональном центре и также в органах миграционного учета. Если иностранный гражданин нарушил сроки пребывания в предыдущей своей прибытии на территории Российской Федерации, то ему миграционный учет сокращается. То есть он обманул государство, он не выехал своевременно, он по почте встал на миграционный учет, но когда документы поступают к нам, мы выявляем таких граждан, мы их предупреждаем о том, что они обязаны покинуть в течение трех дней границу Российской Федерации, если они этого не делают, их ждет депортация. Тогда им закрывается въезд на пять лет. Еще депортируют иностранных граждан на основании решения Роспотребнадзора. Зачастую иностранные граждане несут опасность для окружающих людей, так как у них какие-то инфекционные заболевания. Роспотребнадзор выявляет таких людей, сообщает нам о них. Мы уже находим этих людей и точно так же их депортируем. И еще об одной категории хочется сказать, которых мы депортируем. Это органы юстиции выносят решения о нежелательности пребывания. То есть иностранный гражданин, отбывающий наказание в органах исполнения наказания, как только он освобождается, точно так же наши сотрудники приезжают, забирают его и везут для пересечения границ, чтобы он ехал на свою родину, там исправлялся. А потом, по истечении пяти лет, он может въехать опять к нам уже законопослушным гражданинам. Вот это депортация. Теперь расскажу о выдворении. Выдворение – это санкция, которая наказывает иностранных граждан, которые совершали какие-то административные правонарушения. Ну вот то, о чем мы с вами говорили выше. Незаконно живут, незаконно работают. Тут решение уже выносит суд и выдворяет иностранных граждан. Они точно так же могут въехать по истечении пяти лет. У нас в Рязанской области выдворено порядка пятисот человек. В течение какого периода? В течение вот этого, шестнадцатого года. В шестнадцатого года. Объем работы по выявлению таких граждан, нелегальных мигрантов, довольно-таки большой. Наверняка вы взаимодействуете с другими правоохранительными органами, может быть, со спецслужбами? Конечно, конечно. Мы одни, в общем-то, ничего не сделали бы. И указом президента, вот 5 апреля 2016 года, многие, наверное, знают, была ликвидирована Федеральная миграционная служба. А ее функции переданы Министерству внутренних дел. То есть теперь мы стали сильнее, мы стали силовой структурой. И, конечно, мы взаимодействуем с органами Федеральной службы безопасности, с органами прокуратуры. Очень много органов исполнительной власти задействованы. Одни мы, конечно, ничего бы не смогли сделать. И мы проводим огромное количество совместных рейдов с Федеральным службами безопасности. Зачастую инициаторами являются именно они. Потому что они работают по своему направлению, у них есть какая-то информация. И они отрабатывают информацию, обращаются к нам. Мы обмениваемся информационными базами. Мы очень часто делаем запросы к ним, если у нас сомнения в отношении какого-то гражданина. Практически все иностранные граждане, которые обращаются к нам, также проходят проверку по их службе. У нас очень тесное сотрудничество. Потому что главная цель, конечно, и их, и наша, это миграционная защищенность района, защищенность населения. Может быть, расскажите о примерах последних мероприятий, таких наиболее крупных, может быть, наиболее ярких примерах по выдворению или депортации с санкциям, применяемым к незаконным мигрантам, нелегальным. Да, я вам расскажу. Во-первых, у нас сейчас очень большая ведется работа по так называемой фиктивной регистрации. Что это такое, опять хочу предупредить граждан Российской Федерации. Это когда граждане России регистрируют или ставят на миграционный учет иностранных граждан без намерения предоставлять им жилое помещение. То есть многие люди таким образом пытаются заработать деньги. Мы никому не воспрепятствуем в этом. Пожалуйста, человек делает свой выбор, он имеет на это право. Но потом точно так же наступит наказание. Как это происходит? Мы ставим на миграционный учет иностранных граждан и тут же сообщаем в органы полиции территориальные о том, что вот такому-то адресу проживает очень много народу. Участковые выходят с проверкой. Это не значит, что не надо их к себе ставить на миграционный учет. Если у вас действительно живут эти иностранные граждане, может быть, вы квартиру им сдаете, 5 человек, они проживают. Пожалуйста, это ваше право, пусть они у вас живут. Но если никто не живет, если соседи говорят, что мы ни одного иностранного гражданина не видели, то в отношении граждан России возбуждается уголовное дело. Штраф от 100 тысяч рублей. Поэтому не рекомендуем заниматься фиктивной постановкой на миграционный учет иностранных граждан. Работа огромная ведется по этому направлению. Также, какие бывают у нас еще случаи? По возбуждению уже уголовных дел. Это мы все с вами до этого говорили про административные правонарушения, но возбуждаются даже уголовные дела. Например, иностранный гражданин выдворен. Каким-то образом он въехал вновь. В век наших информационных технологий нам это очень легко установить. И, конечно, мы выявляем, что иностранный гражданин был выдворен. Он не может в течение 5 лет въехать в Россию вновь. Он въехал. Здесь возбуждается уголовное дело за незаконное пресечение границы. Вот в Московском районе недавно был выявлен такой иностранный гражданин, гражданин Молдовы. Сейчас проводится проверка и будет возбуждено уголовное дело. В нашей студии была Оксана Титова, заместитель начальника управления по вопросам миграции ОМВД России по Рязанской области. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова